Дорогие друзья, в то время как Мане писал свой пикник на траве, примерно в это же время Мэри Болстон Крафт Голдвин, более всем, наверное, известной как Мэри Шелли, отдыхает со своим мужем в Женеве. Они отдыхают вместе на вилле известного писателя и поэта Лорда Байдена вместе и с другими писателями. Ну, погодка, надо сказать, выдалась удачная. Во-первых, в это время и так давно было извержение вулкана. Это, то есть, вокруг вот этого домика, вокруг этой виллы, где отдать был, постоянно вот этот смог. Был смог, смрад, было невозможно дышать, а это конец мая уже, начало летом. Нельзя было выйти на улицу погулять даже толком. И, что самое забавное, как раз в это время постоянно шли грозы, шел дождь. Вы можете представить себе такую картину, когда Чита Шелли, Байрон и другие писатели, сидят в этой вилле, недалеко от Невского озера, сидят возле камина, идет дождь, за окном гроза, и они думают, чем же заняться, что же делать. И лорд Байрон, как и предстоящим многим другим английским аристократам того времени, он предлагает, а давайте мы будем писать страшную историю. И они заключили парень. В том числе согласилась и Мэри Шелли. У нее были проблемы в том плане, что долго у нее не было никаких идей. Об этом она будет часто признаваться в предисловии к ее знаменитому Фрэнштейну. Она будет писать, что я постоянно думала, думала, о чем же писать. Ну, писать вот эти пошлые, хаурядные гаотические истории про призраков, ну, это уже как-то пошло, это уже дурной вкус. Этим уже никого не удивишь. Нужно что-то новенькое. Мы решили написать, что я хотел написать именно такое произведение, которое на подсознательном уровне будет вводить читателя в шок. Интересно. И, на мой взгляд, ей это удалось. Она пишет своего знаменитого Франкенштейна, который полностью называется Франкенштейн или современный промекторий. И полное название для нашей лекции будет также иметь принципиальное значение. И в своей лекции я хочу поставить следующие цели. Я хочу ответить на следующий вопрос, что же так пугает в готической литературе. И здесь я хочу посмотреть на те ценности, которые затрагивает готическая литература. Поэтому, на мой взгляд, мы боимся не просто чего-то неизвестного. Это такая довольно-таки банальная идея. Нужно понять вообще, что за этим скрывается. А мы боимся только тогда, когда нечто угрожает нашей ценности. И в этом плане интересно посетить вот эту философскую динамику развития ценностей именно в рамках жанра готической литературы. Это одна из первых эксплуатаций к роману Шелли. Первая ценность – это ценность к рационализму. Соответственно, я это называю как страх бездны или страх бессознательства. Важно отметить, что хаотическая литература – это продукт эпохи нового времени. Или продукт эпохи модерна, как это еще принято называть. Базовые такие принципы этой эпохи – это рационализм, это прогрессизм, серкулиризм, не путать с атеизмом и так далее. То есть, по сути, важно отметить, что хаотическая литература возникает как раз на стыке эпох. С одной стороны, в ней есть призраки Средневековья, то есть те отголоски той эпохи, которая предшествовала к новому времени. Но и с другой стороны, в хаотической литературе вбираются те как раз новые элементы и в культуре, и в искусстве, которые отлично стали гармонировать в рамках этой хаотической традиции. Поэтому важно отметить, что уже в эпоху нового времени само понятие Средневековья стало пониматься в основном прибрежительно. Обращаю ваше внимание, что само понятие Средневека уже в этом понятии есть прибрежительный оттенок этой эпохи. Потому что когда мы говорим «средние века», это даже не понятно, о чём идет речь. Это что-то среднее, что-то срединное, что-то между… то, что находится между эпохами. И отсюда возникают такие понятия, как «мархописия», ну и отчасти «готика», который также будет отсылать к варварским племенам. И в связи с этим в рамках этой культуры, культуры «готики», которая была интегрирована в культуру нового времени, как правило, в английскую культуру, где она, собственно говоря, рождалась после буржуазных революций, после войн, с началом классовой референциации, как раз возникает то, что философ Рансуа Хеотар называет смертью большого рассказа, либо смертью нарратива. Что это означает? Это означает, что любой исторический нарратив как раз содержит в себе систему идей, которые так или иначе отображают ту или иную реальность. Средние века, язык средних веков перестал уже отображать эту реальность. Можно уже утверждать, что язык средневековья, то есть язык образов, язык теологии, он оказался мертвым. Ну, как мы знаем, мертвый язык — это не только тот язык, на котором больше не говорят, а это тот язык, который уже не отображает реальность. Поэтому тот язык средневековья, он уже не был актуален до этого духа времени, духа времени эпохи модерна. И в качестве примера я привожу классический образ восприятия души в эпоху средневековья. Допустим, это классический образ лестницы Иоакова, так называемый. То есть то, как понималась душа и динамика души от земной к жизни небесной. Ну, поскольку эти системы идей были забыты, отсюда и возникает идея непрекаянной души, которая, в свою очередь, была удачно синтезирована с местными, народными, или, если хотите, с языческими представлениями той или иной эпохи, с представлениями о призраках, о вампирах, о талаках и прочее. И отсюда можно сделать вывод, что тот язык средневековья — это язык коллективного бессознательного. То, что как раз и пугало человека от нового времени. Эти образы были настолько заинкодированы, что их сгадать было очень-очень трудно. Поэтому страх бездны, страх иррационального, страх сверхъестественного, он как раз давлел на этого читателя. Следующая ценность — это, конечно, ценность к природе, ценность к естественности. Отсюда возникает страх нарушить закон природы. Дело в том, что если мы посмотрим на культуру, то мы обратим с вами внимание, что начиная с ревности стали создаваться те проекты, которые были призваны объединить человечество. То есть универсализировать реальность, чтобы не было войн, чтобы не было конфликтов, чтобы не было эволюции. Раньше в ревности этим проектом служил миф. В средние века этим проектом была теология христианства. То, что христианство — это тоже универсалистский проект. Христианству нужен был весь мир. Но уже в эпоху нового времени, когда позиции церкви сошли монет, возник новый универсалистский проект — проект к природе. Ибо природа — это как раз то, что должно объединить всех людей. Именно в этой природе находится сам Бог. И не случайно новые философы нового времени и немецко-классические философы, они как раз писали о ценности естественности. Отсюда стали возникать такие понятия, как естественная теология, вопреки исторической теологии или конфессиональной теологии. была ценность естественной морали, естественному государству и так далее. То есть человеку нужно возвратиться обратно к природе. Ибо природа даст ответ на все возможные вопросы. В природе есть истина. Следовательно, в природе есть Бог. Таким образом я опять возвращаюсь к Мэри Шелик и к ее нашумевшему произведению. У кого есть идея? Ну, наверное, так или иначе все знакомы с образом Виктора Фанкенштейна, сумасшедшего ученого и не сумасшедшего ученого. Мэри Шелик и Монстр, вот этого чудовища, который он создал. В кого есть идея? Кто больше страшнее? Монстр или же сам ученый? У кого есть предположение, гипотеза? В чем-то сам ученый, мне кажется. За счет того, что он настолько пытался достичь совершенства в создании этого Монстра, что он уже перешел все границы. То есть он собирал остатки на кладбище. То есть уже всякие моральные нормы перешел. Уже у него была одержимость. И когда он создал, он даже сам не понял, что он сделал. То есть здесь поступает вопрос, очень важный вопрос, на научной этике такой. Ну да. Спасибо. Есть еще какие-то предположения? Пожалуйста. Ну, каким бы одержимым ни был ученый, он не нарушает его, в принципе, естественности. Потому что человеку, естественно, ошибаться и какими-то грехами обладать. А монстр, он такой монстр, что-то страшный. И он нарушает этот закон природы. То есть просто самим своим существованием. Нарушает не ученый, а сам монстр? Ну, своим существованием как бы, да. Потому что человек создает механизмы, а не природа. Но человек при этом не нарушает законы природы. Спасибо. Да, пожалуйста. Мне они оба не кажутся какими-то монстрами или внушающими страхами. Потому что они оба несчастные люди. А вот несчастные люди их жалко. Жалко испытывать симпатию. Поэтому я почему-то не могу обойно испытывал симпатию за часом. Спасибо. Ну, позвольте я вам зачитаю предисловие к повести самой «Мы решили», что она решила. Она, как известно, свое произведение сначала увидела во сне. В принципе, я не буду рассказывать весь сюжет этой повести. Фабула довольно-таки простая. Находит ученого на Северном полюсе. Он рассказывает свою историю. Рассказывает, что он с юных лет изучал тайные науки, тайные знания. Создал из тел вот этого гомункула. Создал вот этого монстра. Он никак не мог понять, что с ним сделать. Вот вроде бы как оно ожило. Но это чудовище пытается как-то социализироваться с этой реальностью. Но ничего не получается. В итоге монстр убивает почти всю семью этого ученого. Убивает невесту. И даже на Северном полюсе сам ученый находит свой последний конец. И вот что пишет Моришель. Она описывает свой сон. «Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинуясь некой силе, впадало в признаки жизни, и неуклюжесть зашевелилась. Такое зрелище страшно. Что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя?» И здесь как раз Создателя с большой буквы. И здесь, разумеется, вступает такой этический момент, когда именно ученый пытается встать на место Создателя. Здесь поднимается важная проблема именно, а где грань ученого в своем научном исследовании? Где эта черта дозволила? И поэтому, поскольку ценность к природе была очень важной, на первых изданиях хаопической гитературы всегда будут изображаться цветы, лес, и здесь очень много именно вот этих орнаментов, которые будут в следующий раз показывать ценность к природу. Следующая ценность, я назвал, это индивидуальная свобода, страх унаследовать поклятие рода. Потом эта, конечно, тема будет уже позже спекулироваться и у Энгера По в падении дома Ашеров. Уже позже она будет очень популярна и у Лавкрафта в его рассказе «Рыса в стенах». И, конечно, этот страх, как я называю, это страх английской аристократии. Потому что, с другой стороны, возникает страх у классического случайно лишиться рода, уйти из рода, но и, с другой стороны, унаследовать какое-либо родовое поклятие. Это тоже, эти самые поклятия, это тоже специфические приветы с эпохи Средневековья. И уже позже будет уже не случайно поклятие, и призраки будут обитать в поместье или в доме. Как раз вот эта именно схема будет очень часто спекулироваться, и она сейчас спекулируется в современных американских прямых ужасах. Поэтому здесь важно подследить ценность не только рода, но и дома или поместья. Это как раз было характерно для американской культуры, где развивалась идея фермерства и частной собственности. Поэтому отчасти это оттесняет то, что у нас в России не умеют снимать фильмы ужасов. Потому что тот страх, который пытаются показать в Голливуде, на мой взгляд, для русского человека, это трудно переложить на его коллективную или национальную идентичность. Мне как-то очень смутно представляется история про того, как призрак оказался в какой-то нашей типичной многоэтажке, и там созвался, наверное, какой-нибудь совет соседов. Жек приехал решать этот вопрос. Но согласитесь, это как-то выглядит нелепо. Поэтому применительно для нашей культуры это, конечно, тема довольно-таки закрытая. Но мы уже привыкли к этим фильмам, и для нас кажется вот это фабло, когда новая семья переезжает в новый дом, а в этом доме зацелилась какая-то барабашка, это, в принципе, кажется уже нормально. Но для американцев, для представителей той самой культуры, то, конечно, это чертовски страшно. Потому что это как раз идет очевидная угроза к частой собственности. К моему дому, к моему закрытому пространству. Мы думаем, ну дом, вы что? И поэтому, конечно, за включением можно сказать следующее, что, конечно, жанр готической литературы постепенно изменялся. Он никогда не стоял на месте. Он развивался от такого юмористического бурлеска Оскара Уальда, его кентрагическом привидении, когда уже призрак сам терпел неудачи тех жителей, которые как раз приехали в этот дом. И этот жанр, он постепенно изменялся и превращался в жанр научной фантастики и в жанр детектива. Обращаю ваше внимание, что как раз фигура детектива, она зачастую даже убила жанр хаотического романа. Потому что как раз вот фигура, допустим, Шерлока Холмса, если вспомнить одно из таких самых главных произведений Кронандуэла «Собака Баскервилей», как раз именно в этом произведении и происходит вот этот конфликт эксперта, детектива, который вооружается научным методом и который растворяет наукой весь этот зловещий гаотический флот. Так постепенно роман ужасов, роман готики, он терпел вот это свое изменение и преобразование. Но, как говорил известный телеведущий, в общем, это уже совсем другая история. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ